Я с тобой, что ли? Да, ты со мной. Всем привет! У нас новый влог. Раечка со мной повела Веронику в садик, потому что я не справилась сама. Вероника рыдала, не хотела идти. У нас первый раз такое. Героически справились. Да, героически справились. Заболтали ребёнка, запихнули в группу и убежали. Прям герои! А какие у нас сегодня планы, Раечка? Мы едем в галерей? Да. О, и чё? Мы будем есть в Краснодарском парне. А, ну это тоже. Я думала, заранее не говоришь, а потом опа, и это такой... Нет, ну это же анонс называется. Привет. Это же называется анонс. Да, мы будем есть в Краснодарском парне бургеры. Жирные, истекающие соком. У нас планы в громадьё. А ещё Раиса требует, чтобы я её накрасила. Ну я уже думала, что может быть после. Ты сейчас как меня накрасишь. Боишься, да? Мне придётся так ехать. Вот, я тоже об этом. Давай я поделюсь. Себя-то я вон как накрасила. У меня вон стрелы, смотри, куда уходят. Вертикально вверх. Короче, сегодня будет большой день. Я надеюсь, что смогу что-нибудь поснимать. Да, ты можешь надеть. И на джинсы можешь надеть. Ну, короче, ладно, я так покажу, потом наденешь. Раечка заказала на Алиэкспресс. Офигенные сапоги. То есть, они вот такие вот. Это ботфорты? Да, да. Ботфорты на большом каблуке. Ну, как в большом смысле, высоком. Я хотела показать. Тут вот эта штука надпись, она металлическая. Так всё сделано хорошо. Я вообще в восторге. Мне очень нравится. Сейчас попросим Раечку надеть. Наденешь? Надену, конечно. Вот, попросим Раечку надеть. Они реально крутые. То есть, я бы не сказала, что это Али. Они выглядят круто. Ну, давай, Мерри, я на тебе буду показывать. Ничего, что я тебя дёрнула раньше. Я думала, они не натянутся на джинсы. Они просто выглядят, знаешь, как будто они у тебя очень узкие. Знаешь, Благодаря, почему они держатся на ноге? Вот тут вот такая вот, как кожаная эта. Видишь? А, и она не даёт сползать. Она не даёт сползать. Она вот горизонтальная есть такая вокруг ноги. И вот шутка. Слушай, ну завидки, завидки. Очень круто смотрится. Ну, понятно, что на тебе, конечно, всё будет круто смотреться. Ещё и каблук. Да. А сколько они стоили примерно? Можешь или ты? В районе полторы. Ого! Ничего себе. На самом деле это копейки, да. Копейки? Клёвые. Клёвые. Нам, короче, нравятся. Ссылку нам оставишь. Супер. Я тоже такие хочу. А я нужна тебе? Ты мне всегда нужна. Мы приехали... Нету фокуса. Мы приехали... Приехали в галерею. Ходим-ходим. Раиса потухла. Настроение испортилось. Продолжение. Цены большие. Качество плохое, да? Угу. Да. И вот мы сейчас пойдём в Краснодарский парень. Поедим. Может, настроение поднимется. А в Никс, я была в Никс, в Никс, в Никс, в Никс, в Никс. Раиса вообще потухла. Почему я потухла? Ходила такая, типа, и за это 600 рублей. А я купила грим за 950 рублей баночка. А Раиса зато на одежду деньги тратит. И на обувь. А я нет. Я вот не понимаю. Вот сидит и просто фоткается постоянно. Ты не знаешь мне делать удачный кадр? Я уже вот так вот руку ей вкидывала в кадр, чтобы у неё кадр был плохой. Это на самом деле я завидую, знаешь? Типа, ты красивая, я не знаю. Покажи фотку, которую я тебе испортила. А, ну сейчас, подожди. А ты её удалила, что ли? Нет, сейчас, я покажу. Она удалила фото со мной. Вот такое может быть. Ну, слушай, я хотела для локации. Мы сидим на улице возле Краснодарского парня. Он открывается в 12. И мы ждём. И это очень долгие 18 минут моей жизни. Просто есть хочется ужасно. Там такое всё красивое. Ну, вообще, когда, короче, сейчас типа модное место, все сюда ходят, все селфи, бургеры идти фоткают. И я сходкаю. Вот. Говорят, там очень вкусно. Я прям, я прям очень надеюсь на это. Ну, что ты делаешь? Сейчас, Ксюша. А, ты обрабатываешь свою фотку. Я её выкладываю. Секундочку, секундочку. Фотку, которую ты мне испортила, да? Да, покажи, пожалуйста. Мне кажется, что я её улучшила. Посмотрите, это моя рука. А мне кажется, я только улучшила. Короче, я вам сейчас покажу, пока мы... Мой нос тут встал. Вот такой я взяла кремовый. Что это? Белый. Грим. Грим. Белый кремовый грим. Потом вот такой жёлтый. Не скажу, почему жёлтый. Хотя к моменту... Не, не узнаете, ещё жёлтый, короче, взяла. И взяла вот такие жёлтые... Что это? Никто не видел. И взяла вот такие жёлтые матовые тени. Короче, будет огонь, огонь. Короче, не знаю. Вот сейчас мы поедим, и настроение поднимется. Сразу и понятно. Грим женщины огонь. Да, грим женщины огонь. А вообще мы не знали, куда заходить. Тупили тут, ходили. Что-то в какой-то кофейню соседнюю, в хлебный магазин зашли. Пока мужчина не стал. Девушки, девушки, у них ещё закрыты. Подождите. Такие дела. Мы ждём. Мы будем одни спить. Она опять фоткается. Да, всё уже. В чём проблема, я не могу понять. Это ж такой важный жизненный момент запечатлеть. Она сидит на улице, посмотрите. Я три месяца жила в деревне. Можно мне хотя бы за тысячи три? Ну, кстати, да, ладно, фотографируйся. Могу тебе светофор сводить, показать? Ты же из деревни. А можно мы сходим на фонтаны, посмотри? Только если поедем. Пешком я не поеду. Глёнь, она ещё в мою. У тебя, может, сфоткать ещё тебя? На Глёж. Ты красивая, красивая. Ты нам нравишься. Ты моим подписчикам нравишься. Либо они тебе льстят, либо... Скорее всего. Нет, нет. Короче, Раиса красивая. Это аксиома, это не обсуждается. Раисе принесли Эль Классико. И он не фокусируется. И он такой прикольный. Его надо держать, да, Раиса? Ну да. Он падает. Почему я? А, да? Сейчас так на бок шлёпнется. Домашние чипсы. Вообще красивенько. И мой подошёл. Тот, пожалуйста, приятного аппетита. Спасибо большое. А у меня... Как это называется? Как мой назывался? Russian Paradise. Короче, клёво. Супер, сейчас я его сфоткаю. Да ты хороша. Как узор в прямоугольной бумаге. Так красиво. Супер. Ну, из деревни сразу это видно. Вот, на самом деле мы с Раечкой были в фикс-прайсе. Мы ехали получать мою посылку. И увидели фикс-прайс и выскочили, потому что нам нужно украшать веранду. В садике сказали покупать украшения. И вот украшение, которое на детскую веранду, теперь у Раисы на голове. Вот так. Так вышло. Мы едем получать посылку в пункт «Боксбери». А потом поедем домой. А дома нас ждёт прекрасное, весёлое мероприятие приготовления пищи и развлечения ребёнка. Она опять фоткается. Вот скажите. Бесят эти красивые женщины. Терпеть не могу красивых. Ну, не, на самом деле наоборот. Мне очень нравятся красивые. У тебя тыква из головы торчит. Нормально? Выглядит как барабулька какая-то. Вот она стоит на улице, люди ходят, она стоит, делает селку. Нормально? А сама говорит... Я говорит, клёны красивые, не стала снимать в сельхозе. Я постеснялась. А селфи стоят делать на улице. Она не стесняется. Весело провели время. Кстати, давай про бургеры расскажем. Как тебе бургеры? Вообще, всем рекомендую в Краснодарском парне попробовать Эль-Пластик. У неё вкуснее было. Там такая нишнейшая просто свининка. Но у меня просто говядина не очень, поэтому нижний слой так себе был. Ну, свинина прям вообще. Да. У меня было вкусно, но не так, чтобы вот прям это пищевой оргазм был. Ну, так. Прикольно, типа. У меня это называется пищевой оргазм? Ну, или вкусовой оргазм, как хочешь так и называй. Главное слово оргазм здесь определяешь. Мне YouTube забанит это видео, короче. Вкусно было, очень жирно, но попробовать это нужно. Она опять это делает. У тебя недержание в плане селфи. Ну, это не самый плохой вид недержания, но... Что это такое? Куча соусов. Оно всё такое сочное. Всё такое жирненькое. Ну, сынашка, расходка не получилась. Придётся опять надевать. Да надевай, надевай. Можешь вообще не снимать до дома. Ты думаешь, мне слабо? Нет. Я верю, что тебе не слабо, потому что и мне было бы не слабо. Если бы не было 22 года, я бы вообще шла бы, как это, из Рио-де-Жанейро с карнавала, и мне было бы кофе. Сейчас я человек уже взрослый, я уже начинаю вкуривать, что не всё мне идёт. Такие дела. А вообще мы должны были ехать на троллейбусе. Раиса сказала, после бургеров надо ходить. И вот мы идём, блин, в 10 остановок пешкарусом. Ну, в принципе, всё, полезно. Ладно уж. А ещё важный момент хотела сказать, пока есть возможность. Мы с Аленой Робиной Гудиной выложили одновременно фотографии в Инстаграм. Ну, это был такой, как, ну, челлендж, что ли, да? Алена выложила, я выложила. И мы смотрели комментарии. И у Алены ей пришлось банить людей. Они писали там, какая я толстая, какая я плохая. Ну, это нормальное явление, я к этому привыкла. Дело не в этом. У меня мне не пришлось удалять ни одного комментария. Никого не банила, ничего. И я очень благодарна. Ничего не полетели. Слышали? Она просто подбежала и сказала им. Я надумала, что голуби полетят. Жирные кубанские голуби, сейчас. Они уже давно не летают, они ходят пешком. Я вам говорю, она странная. Она странная, она из всей семьи. Чуть ДТП не произошло на моих глазах вообще. Так вот, мне не пришлось никого банить, и все комментарии были добрые. И все писали там, а, клёво, Ксюша с Аленой, ну то есть такие все. И я поняла, как я обожаю свою аудиторию, мою лояльную, мою умную, мою вежливую, тактичную. И если даже кому-то что-то не нравится, все включают мозг и не пишут гадости, не обижают никого. Я очень свою аудиторию за это люблю и уважаю. Говорила ты еще раз, скажи еще раз, мои подписчики самые лучшие. Ты делала селфи, ты делала селфи, я вижу, она делает селфи, опять. Это памятник, ну в народе просто называется два самолета. Героям-летчикам. Героям-летчикам, да. Ну в народе все говорят просто там встретимся на двух самолетах, например. Очень известный памятник, вот я вам его показала. Короче, поняли, да, как я развлекательный влог превратила в познавательный. Я сейчас такое слышала, ребята, я в шоке. Короче, остановилась на этаж выше, застегивала куртку, слышу разговор двух мам. Она говорит, да вообще у нас, я вам дословно, он блевал, и у него понос вчера весь день, я не могла это остановить. Прямо так говорит, старая ей, и что, ты сегодня привела его? Да, привела, но мне же его некуда девать. Прикиньте, вы понимаете вообще, какие инфекции могут быть у этого ребенка? Это может быть очень серьезно. Может, ему госпитализация нужна. А она его привела. Он говорит, типа, даже если позвонят, я за ним не могу прийти. Я с работы, я все равно не доеду. То есть, короче, я в шоке, что вообще такое может быть в наше время. Неожиданный пит-стоп. Мы были в магазине и решили, что нам очень хочется Наполеона. И вот у нас вот что происходит. И вот мы... Ну, Вероника, ты меня снимала? Да, я тебя снимала. Вот. Логичный вопрос, откуда у нас ложечки на улице? Это металлические ложки. Дело в том, что мы носили ложки с собой в рюкзаке для того, чтобы летом давать Веронике мороженое. Для того, чтобы она его не кусала, для того, чтобы аккуратненько ложечкой она его кушала. И сейчас ложки как пригодились. Вот такая у нас прогулка. Что там, собака, что ли? Такая у нас прогулка. Наполеон обалденный, свежий, очень вкусный. Давай, давай, Вероника, налетай. Это мальчики-близнецы? Я думаю, да. Если вы думаете, что нам там стыдно, нет. Нам очень вкусно, правда? Ты смущаешься? Ну, немного. Нет, окружающих нет. А камеры, да. Если вам захотелось Наполеона, неважно, где вы, просто берите и ешьте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова на пассивнике. Продолжение следует...